Парменов подробнее. На улицах Рима танцуют сертаки, причем большая часть из сотен собравшихся граждане Италии. На плакатах написано Охи. Нет шантажу переживающих кризис стран со стороны Брюсселя и МВФ. Я пришел сюда защищать греков и нас самих, потому что происходящее там происходит и в Италии. Меня сократили на работе, моя пенсия уменьшилась в два раза. Борьба Ципроса это борьба не только за Грецию, но и за всю Европу. Судьба итальянцев близко связана с судьбой греков. Это борьба против мер жесткой экономии, сражение за демократию. Алексис Ципрос выглядит победителем. Десятки тысяч собрались в центре Афин поддержать национального лидера. Но решающее сражение завтра, чтобы склонить на свою сторону сомневающихся, премьер снова повторяет. Из Евросоюза страна выходить ненамеренная задача найти компромисс с Брюсселем и сбежать долгового рабства. В воскресенье мы примем решение не просто жить в Европе, но жить в ней с достоинством, работать и процветать наравне с другими. Сегодня мы празднуем победу демократии. Нашу решимость взять свою судьбу в свои руки, возвысить свой голос. И что бы ни произошло в понедельник, мы уже победили. Но так считают не все. На параллельный митинг сказать «да» международным кредиторам и «нет» правительству пришли 12 тысяч человек. Я хочу принести извинения Европе за наше правительство, которое не выражает мнение греческого народа. Об опасностях отказа от Брюссельского ультиматума предупреждают греков ряд экспертов. Политолог Статис Каливас в случае победы Циброса на референдуме предрекает чуть ли не гражданскую войну. Возникнет ситуация, при которой у банков закончатся наличные средства. И даже если Европейский Центральный Банк не прекратит свою помощь греческим банкам и оставит ее на прежнем уровне, их все равно ждет коллапс. Грекам придется жить на оставшиеся у них наличные, импорт товаров прекратится. В стране возникнет дефицит продуктов питания, начнутся протесты и беспорядки. Но и в противном случае, подчеркивает Каливас, перспективы Греции нерадужные. Тем временем волнения уже начинаются. Слезоточивым газом пришлось усмирять полиции группу молодежи на митинге сторонников Циброса. Никто не пострадал, но национальный праздник, как называет правительство завтрашний референдум, имеет шанс обернуться в национальной трагедии. Кирилл Парменов и Дмитрий Андреянов, ТВ-центр. Радикалы правого сектора, организации, признанные в России экстремистской, прошли маршем по Киеву. Несколько тысяч боевиков призвали возобновить наступление на Донбасс. На Украине сейчас шестая волна мобилизации. Как заявили в Генштабе, ее цель – сформировать новые воинские части для отправки в зону так называемой АТО. Александр Городников продолжит. Несмотря на все заверения киевских политологов, что национализма в их стране нет, радикалы с успехом доказывают обратное. Около тысячи человек под знаменами с фашистской символикой собрались на Институтской улице. Лозунги соответствующие. Милиция шествию не мешала. Представителей правоохранительных органов на Институтской вообще было всего несколько десятков человек, что тут же породило домыслы. Мол, марш на самом деле договорной. Его организатор, запрещенный в России правый сектор, разумеется, это опроверг. К акции присоединились бойцы известных националистических батальонов – СИЧ, Торнадо, Айдар. От участия отказалось подразделение АЗОВ, если верить слухам по личному указанию главы МВД Авакова. Плакаты и лозунги шествия угрожали действующей власти новой революции. И пока Порошенко выслушивал главу Европарламента о необходимости мира на улице, призывали возобновить боевые действия в Донбассе. Мы хотим, чтобы АТО уже начали называть войной, потому что там на самом деле идет война. Мы хотим, чтобы позорные минские соглашения были отменены. Нас раздражают олигархи. Мы хотим наказаний для судей, прокуроров и Беркута, который нас расстреливал. Формально марш приурочили к победе киевского князя Святослава более тысячи лет назад над Хазарским Каганатом. Сегодня с ним сравнивают уже нынешнюю украинскую власть. Чиновников обвиняют в коррупции и связи с олигархами. Реформы только ухудшают жизнь людей. О евроинтеграции пока одни разговоры, зато активно используются политические репрессии. Мы против коррупции, против того бесчистства, что было при Януковиче, но становится еще хуже. Против того, чтобы гибли наши парни на фронте. Против расформирования добровольческих батальонов за политические свободы. Потому что сейчас мы знаем, что всех патриотов бросают в тюрьмы и фабрикуют против них дела. Возможно, дела сфабрикуют и против бойцов 128-й горно-пехотной бригады. Той самой, что в феврале вышла из окружения под Дебальцевым. Теперь солдаты снова вынуждены обращаться за помощью к депутатам, министру обороны и лично верховному главнокомандующему. Бойцы жалуются, что от них требуют вернуть выданную когда-то канадскую форму или расплатиться за нее. Цена вопроса 6 тысяч гривен. Привезли ее безо всяких списков. Мы ее раздали каждому солдату. Сказали, списков не надо, потому что нам, когда эту форму передавали, заявили, что вся эта форма списана. Несмотря на серьезные проблемы со снабжением армии, шестую волну мобилизации продлили до середины августа. Хотя большого успеха, как и все предыдущие, она не имеет. В народе ее уже прозвали могилизацией. Александр Городников, ТВЦАНДР Экс-президент Грузии, а теперь губернатор Одесской области Михаил Саакашвили продолжает свою бурную деятельность на новом посту. Накануне он разогнал два отдела городской администрации. Саакашвили сделал это прямо на совещании после того, как заслушал отчет подчиненных. Губернатор обвинил их в нерадивости и нежелании бороться с коррупцией. На должности уволенных чиновников Саакашвили намерен назначить общественников. Но и Верховной Раде хотят запретить называть Российскую Федерацию словом «Русь». Такой законопроект внесен поздно вечером в украинский парламент. Напомню, в начале года президент Порошенко своим указом создал новое государство «Русь-Украина», чем немало удивил ученых-историков. Украинские силовики вновь обстреляли населенные пункты Луганской области из минометов и танков. В руководстве Донецкой республики заявили, военные нарушали премьерие 27 раз. Под огнем снова были прифронтовые «Горловка», «Спартак», «Докучаевск», а также район Донецкого аэропорта. Относительно спокойно этой ночи было в Широкино, откуда ополченцы в качестве демонстрации доброй воли вывели все свои отряды, призвав Киев к зеркальным действиям. Тишной воспользовались ремонтные бригады, в поселке Саханка восстановили электричество. Викиликс опубликовала свежие данные о шпионаже США в Германии. В документах говорится, что долгие годы в Америке существовало совместное подразделение ЦРО и Агентство национальной безопасности, так называемая особая служба сбора. Она занималась прослушкой Ангелы Меркель, в частности ее телефонных разговоров с бывшим президентом Франции. Немецкие СМИ также сообщают об отслеживании звонков советника канцлера по европейской политике Николауса Майерла Андрута и Николя Саркази. Впервые информацию о особой службе сбора обнародовал бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. По последним данным, это подразделение в разное время могло получать информацию из 80 мест, в том числе и из посольства США в Берлине. Другим событием. Сразу в нескольких регионах Сибири полыхают лесные пожары. Режим чрезвычайной ситуации действует в Хакасии, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях. В Туве горит почти 42 тысячи гектаров леса. Больше всего очагов огня в восточной части республики. С бедствием борются десятки пожарных. Им помогают 190 десантников. В Тушине также задействованы вертолеты и самолеты МЧС России. Обстановка осложняется крайне сухой и жаркой погодой. Уже вторые сотки температура воздуха в Туве достигает 42 градусов. Дым от лесных пожаров накрыл пригороды Кызыла. Усиленные подразделения стянуты к нескольким населенным пунктам, чтобы не допустить огонь к жилым домам. В Ханты-Мансейском автономном округе с рассветом возобновились поиски пропавшего вертолета. Спасатели выдвинулись к предполагаемому месту падения. В МЧС не исключают, Ми-8 мог упасть в реку Обь. Нашелся свидетель, рыбак, который впоследствии видел вертолет в небе в районе одной из деревень. Спасательная операция проходит в сложных погодных условиях. В ней задействованы три вертолета и более 200 человек на земле. В ночь на 3 июля вертолет возвращался из Нижневартовска в Сургут после транспортировки больного ребенка. Связь с ним оборвалась. На борту находились два медика и три члена экипажа. Акцию «Ночь» в музее планируют проводить теперь и в Крыму, чтобы показать туристам, насколько разнообразным и интересным может быть отдых на полуострове. Сейчас там работают более полутысячи государственных и частных музеев, где можно не только потрогать, но даже попробовать экспонаты на вкус. Самый необычный посмотрел наш собственный корреспондент в Крыму Борис Максудов. В музее домовых, шутит его основатель, все зависит от настроения его обитателей. Посетители здесь предупреждают сразу, электронная техника может внезапно перестать работать. Все началось с оригинальной идеи. Скульптор Николай Неконоров решил придумать свой образ домового. За несколько лет вырезал более 200 фигурок. Ребята покрутят, да? По очереди. В этом Севастопольском музее мороженого сбываются детские мечты. Здесь можно самому приготовить лакомство и попробовать десятки его сортов. Посетителей научат замораживать десерт без холодильника, используя элементарные химические процессы. Для этого соль добавляют в лед. Когда он начинает таять, то такая смесь, оказывается, становится еще холоднее. Ребятки, во внутреннюю емкость наливали молочко, сливки, насыпали сахарок. А вот по периметру насыпали лед, смешанный с солью. И все это начинали медленно крутить. А правильный руками не трогать в этом музее точно не знают. Экспонаты здесь можно и трогать, и даже вертеть. Но самое главное, единственный музей истории мороженого, экспонаты можно пробовать. Экскурсия здесь точно будет вкусной. В музее мармелада не только пробуют лакомство, но и научат правильно его есть. Дегустацию начинают со светлых тонов. Белого, желтого и оранжевого. А уже после пробуют темное. И запивают все это жидким мармеладом. То, что мармелад естся в последовательности, я только по цвету выбирала. А так даже не знала. То есть можно даже и запить. А вот сам сок... Сок это? Желейный мармелад. Желейный мармелад. То есть очень вкусно. Это так нежно. Сейчас мы вам покажем. Вот такая штука. Быть смешным в этом музее в Патторе. Обязательное условие здесь собрано. Одна из самых больших в мире коллекций фигурок клоунов. А сотрудники готовы научить профессионально дурачиться, даже взрослых. Шутками здесь не только веселят, но и даже лечат. Развлекательная программа рассчитана в том числе и на реабилитацию детей-инвалидов. И вот здесь погрузиться в атмосферу сказки, веселья. Побыть, почувствовать, что такое клоунада на себе. Попробовать пошутить. Получить свидетельство настоящего клоуна. И ощутить на себе, каково это носить грим клоуна, костюм клоуна. В Крыму сегодня насчитывается более 500 государственных и частных музеев. О существовании многих туристы даже не подозревают. Чтобы привлечь посетителей, в Министерстве культуры полуострова уже предложили раз в месяц проводить Ночь музеев. Борис Максудов, Юрий Ламзин, Дарина Сафонова, ТВ-центр, Крым. Одно из первых мест в России по трудоустройству занимают выпускники Московского государственного университета дизайна и технологии. Как раз сейчас они получили дипломы и по традиции организовали выставку своих работ, которая привлекла внимание ведущих экспертов мира моды. Все подробности у Татьяны Суровенковой. Они молоды, талантливы и амбициозны, но отлично знают все последние модные тенденции в одежде и сами придумывают новые. Они выпускники Московского государственного университета дизайна и технологий, а эти лучшие из них. Красный диплом – документ заслуженный и долгожданный, а вот трудовая – приятный бонус к нему. Трудоустройство сразу после учебы в этом вузе сложившаяся традиция. Выпускники уже мои корейки трагические. Второй год подряд здесь во время выпускного первый этаж университета превращается в фестиваль-выставку. На ней работодатели и мэтры моды могут увидеть, на что способны выпускники. Новые инновационные программы проектного образования нам позволили создать целую программу трудоустройства студентов в территории профи. Программу поддержало Министерство образования Российской Федерации. Мы сегодня видим, насколько предприятия, в которых ранее обучались студенты, заинтересованы в наших выпускниках. Это позволяет нам в 100% сделать трудоустройство выпускников. Но работа начнется с понедельника, а сейчас выпускной. Татьяна Суровенкова, Юрий Тимошин, ТВ-центр.